Бывший глава МВФ Доминик Строскан продолжает тратиться на юристов. Он намерен подать в суд сразу на несколько французских газет, потому что пресса постоянно публикует на него какой-нибудь компромат. За последние полгода Доминик Строскан пережил два судебных процесса. Один в Нью-Йорке, другой в Париже. США горничная обвиняла его в изнасиловании. Во Франции подруга дочери пыталась доказать, что он напал на нее самыми развратными намерениями. Оба процесса в итоге провалились. Но с тех пор французская пресса сочится детьми о личной жизни Строскана. Писали, например, что у него был настоящий нервный срыв, и он признавался друзьям, что будет лечить свою секс-зависимость у психотерапевта. Газета «Фигаро» после этого предположила, что супруга Доминика Строскана, известная телеведущая Анна Синклер, разочаровалась в муже и собирается его оставить. Несмотря на то, что во время всех предыдущих скандалов она всегда демонстрировала преданность своему избраннику. Вот и сейчас чита Строскана выступила единым фронтом против газетчиков. Они намерены подать в суд на «Фигаро», выиграть процесс и отправить полученную компенсацию на благотворительные нужды. Их адвокат заявил агентству АФП, что Строскан готовит иски и против других изданий. Например, против журналов «Лекс Пре», «Новель обсерватор», «ВСД» и «Паримач». Французская пресса связала его имя со многими скандалами. И самый громкий из них – это дело вокруг нелегальной сети борделей. Она существовала в фешенебельных отелях города Лиль. Но следователи уверены, что сеть распространялась еще и на другие города Франции, Бельгии и даже США. Не так давно полиция провела рейд в отеле «Карлтон» в Лиле и арестовала нескольких местных политиков. Их обвинили в создании и финансировании публичных домов. И, как предположили в прессе, Доминик Строскан замешан в этом деле. В газете просочилась информация, что бывший глава МВФ писал одному из организаторов сети борделей СМС и просил доставить ему в Нью-Йорк девушек для массовых оргий. Сам Строскан все это отрицает и даже просит следователей поскорее внести его в список свидетелей по делу. А газетчиков он обвиняет в клевете, собираясь доказать свою невиновность. Его гнев также обрушился на советника Николаса Саркази. Этого человека зовут Анри Гено. Недавно он выступил в популярной политической передаче на канале «Пари премьер» и сказал следующее «После того, что случилось в Соединенных Штатах, было заведено уголовное дело, которое рассматривалось в судебном порядке». Извините, но история с отелем «Карлтон» в Лиле абсолютно такая же. Ведь отношения Строскана с людьми, управляющими борделем, не являются вымышленными. Эта история затрагивает уже не только его частную жизнь, но и преступную деятельность. Такие обвинения, не подкрепленные доказательствами, могут оказаться настоящим подарком юристам Строскана, которые, кажется, привыкли выигрывать дела своего клиента.